Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы не подписаны, то обязательно сделайте это, потому что я тут вовсю стараюсь. В общем, у нас сегодня десерты, которые я давненько еще до того, как поехать в деревню, я их уже подметила. И хотела с ними снять мукбанг. Это такой тирамису, если я не ошибаюсь. Здесь что-то написано. Здесь написано на азербайджанском и очень мелко. А, тирамису. Да, я не ошибаюсь. Это действительно тирамису десерт. Баба Эл Ран. Вот называется этот десерт, как я понимаю. Вроде так написано. Здесь указана калорийность, прям состав. Я почему-то думала, что это что-то наподобие кюнефе. И здесь у нас клубничка. Понятное дело, что уже клубничку можно снимать, потому что у вас тоже, видимо, она везде уже появилась. И круассанчики. Приятного аппетита вам, если вы кушаете и мне. Давайте начнем. С чего начнем? Давайте с клубники. Она очень красивая, такая большая, как я люблю. Шикарное настроение. Сейчас мне надо на почту. Я на почту ходить очень не люблю. Прям ненавижу. Какая сочная губника. Давайте начнем пробовать. Начать хочу с тирамису. Вообще тирамису очень люблю. Впервые я его пробовала в пицце ин. Какая нежнятина. Правда, сладко. Но мне очень нравится. Каждый десерт стоил чуть дороже доллара. Ну, здесь прям можно наесться. Здесь вроде как печеньки с авоярди должны быть. Но их здесь нет. Супер просто. Очень вкусно. Вчера вечером мне написала моя подружка Саадат, с которой я вот недавно виделась. Сегодня блог вышел даже. И она учительница. Она учительница английского языка. И она очень любит свою работу. Действительно, в ней есть вот лидерские такие качества. Я ей вот много раз говорила и говорю вам тоже. Я бы, например, учительницей стать не смогла. Хотя у меня папа хотел, чтобы я либо врачом стала, либо учительницей. Но я для себя понимаю, что эта профессия конкретно не для меня. Потому что во мне вообще нету лидерских качеств. И вот я дружу с ней. И я всегда думала, что она такая строгая учительница. Требовательная такая. Но, скорее всего, так оно и есть. У нее есть ученицы, которые мои подписчицы. И вот вчера она мне пишет. Айка говорит, кое-что хочу у тебя попросить, но даже стесняюсь. Я такая говорю, говори, чем смогу, помогу, в чем проблема. И она мне пишет, у меня есть ученица, она очень тебя любит, смотрит каждое твое видео. И вот сегодня у нее день рождения. Ты можешь, говорит, записать видео, где-то на минуту поздравления. Я уверена, она будет очень счастлива. Ей будет очень приятно. Если тебе не сложно, сделай, пожалуйста. Я, естественно, без проблем. Но мне, знаете, что очень понравилось? Что она действительно печется о своих учениках. То есть она действительно хочет обрадовать, сделать что-то приятное. Просто я вспоминаю своих учителей. У меня была ученица по математике, когда я жила в Саратове. У меня было просто такое ощущение, что она ненавидит нас всех, ненавидит свою работу. И приходит в школу только из-за зарплаты. Ну вот прям ненавидела нас. Я прям это чувствовала, что она приходит на работу как на каторку просто. Я не знаю, эта ситуация только мне кажется, милой, или вам тоже. Для меня не проблема. Там минуты моего времени. Сняла поздравления. Отправила. А подружка у меня такая счастливая, как будто ее любимый блогер ее поздравил. Приятно смотреть на людей, которые действительно очень любят свою профессию и делают это с любовью. Не потому что надо. Не потому что это моя работа. Тирамису был просто шедевральный. В общем, я желаю вам в жизни найти профессию, которую вы действительно будете любить. И тогда вам в жизни ни дня не придется работать. Потому что для вас ваша работа будет казаться просто отдыхом. Честно, этот вообще невкусный. Вообще ни о чем. Хотя, наверное, на любителя, я не знаю, может кому-то понравится. Но мне как-то не очень. Ну, такое себе. Есть, конечно, можно, но не вау. Мне частенько, кстати, на пиар-страницу там пишут родители детей, что можете передать привет, можете поздравить с днем рождения, отправить какую-то открытку. По возможности я всегда стараюсь это делать. Потому что детская аудитория, дети, которые меня смотрят, это самые искренние зрители, мне кажется. Если ты просто своими, не знаю, словами можешь кому-то поднять настроение, кому-то сделать приятно, почему бы нет. меня однажды, даже нет, не однажды, три раза было такое. Дом три, да? Последний раз, прям недавно, меня заказали, прикиньте. Меня заказали на день рождения. Ну, то есть девочка из достаточно обеспеченной семьи, смотрит мои видео. И у нее днюха. Ее родители хотят заказать меня. Ну, для меня это как-то, не знаю, максимально странно, что ли. Дико. я сочувствую, не знаю, девушкой древней профессии. Я понимаю, что это в пределах нормы, там, не знаю, всяких звезд, там, артистов, заказывают на какие-то мероприятия, на дни рождения, особенно если это дети, почему нет. Вот. Но именно вот за деньги идти кого-то поздравлять, одно дело, не знаю, ты певица, ты пойдешь там выступишь и тебе за это заплатят. А другое дело, ты просто блогер, ты просто придешь, вручишь, не знаю, подарок своей подписчице, просто поболтаешь с ней и за это ты получишь деньги. Для меня как-то, не знаю, это слишком дешево, что ли. Как говорит мой брат, ты просто не умеешь зарабатывать деньги. Но нет. Не знаю. Это немного не мое. И с другой стороны радуют родители, которые с уважением относятся к интересам. своих детей. Мы когда маленькие были, не знаю, где-то в четвертом классе, наверное, в пятом, было очень модно смотреть Ронеток. Был такой сериал, и все просто фанатели от этого сериала. Я очень хотела пойти на концерт. Но это надо было в другой город. и как там все так относились, ну, типа, забей. Зачем тебе это и все? Подумаешь. Сейчас, мне кажется, родители прям с такой любовью относятся к интересам своего ребенка и хотят обрадовать. Это прикольно, конечно. этот десерт очень сладкий. Мне не нравится. Я просто ем, потому что а куда девать? я дома одна. Продукты выбрасывать я не люблю. Поэтому много покупать не стала. Я купила конкретно столько, сколько я смогу сесть. Если даже не в кадре, пусть даже за кадром. Я в инстаграме поставила опросник, поэтому давайте немножко поотвечаю на вопросы. Кстати, под последним влогом я видела, что вы писали по поводу того, что ты ешь свинину, как ты можешь и так далее. Я свинину, как таковую, никогда в жизни не ела. По крайней мере, я это вспомнить не могу. А то, что колбасы, они вкусные, я хвалила. Честно, не обращала внимания на состав. Есть ли там свинины или нет. Но как таковая свинина в обычных прилавках мясных не продается у нас. Потому что все-таки подавляющее большинство людей мусульмане. Правда, у нас христиан тоже много. У нас очень много русских живут. Но для них есть отдельные места, где она продается, по-моему. Я в их метлах одно место видела. Но чтобы найти свинину здесь, надо конкретно постараться. Дальше пробуем вот эти вот круассаны с кремом. Нет, какие круассаны? Эклеры. во влоге тоже их назвала круассанами, точно. Это эклера. Вопрос любимые духи. У меня, знаете, такая проблема. Есть парфюм, который я обожаю, и мне он очень нравится. Когда это аромат на мне, если я чувствую прям королевы, богини, но окружающие люди просто ненавидят этот аромат. Брат, не знаю, подруга, да кто угодно, когда я использую этот аромат, все мне говорят, стой немножко подальше от меня. Это такой древесный аромат. Жидель поза Arabian Night. Это нишевая парфюмерия, и она невероятно крутая. Вообще не выветривается. Несколько дней вот прям кофта пахнет этим ароматом. Очень стойкие. Но людям вокруг никому не нравится этот аромат. Что с этим делать, я не знаю. Но самое главное мне нравится. Я прям кайфую от этого аромата. Вообще я люблю тяжелые ароматы. Как их еще называют возрастные для пенсионеров. что касается десертов, мне один понравился, другой не очень. Эклер тоже был вкусный. даже снимала для вас мукбанг. Там, по-моему, было 10 эклеров разных, очень красивых. Я съела абсолютно все, если вы помните. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Не забывайте подписываться на мой ютуб канал. Мне будет очень приятно. Всех люблю, целую. С вами была Айка Эмили. Пока.